Доброе утро, мои дорогие зрители! Всех приветствую, всем рада, с вами Наталья. Ну что, уже вот у нас среда, пост продолжается. Погода в Москве так себе. Ну не знаю, вроде похоже, что будет солнышко, но не совсем. В данный момент минус один, днём плюс пять. Обещают нам до плюс десяти. А потом опять в минус. Ну это март. Что ещё вам сказать? Что вам рассказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Помните, такая песня была? Ну моё поколение помнит. Да. Пела её, по-моему, тогда Васильева. Да. Такая песенка была. После вчерашнего видео на мне пробежали тут хомяки. Ну не совсем они хомяки, они скорее всего недалёкие. Угу. И понеслось. Вопрос первый. Ну у нас сегодня как бы ответы на вопросы, но там дальше ещё будет. Что я не успела вчера сказать. Вопрос первый. А на какие-то вы деньги едете на море? Что в Москве такие пенсии большие? Отвечаю. Еду на свои. Да. Во-первых, пенсия у меня хорошая. Очень хорошая. Во-вторых, я ещё до октября месяца работала. Я себе подушку безопасности приготовила. Да. В-третьих, у меня работает муж до сих пор и получает пенсию. Поэтому я имею право поехать и отдохнуть. В отличие от Быковой, я не говорю, что у меня нет денег. Есть, но не про вашу честь. Да. Небольшие, какие есть, все мои. И я вообще по жизни очень экономный человек. Устраивает такой ответ? А то пришли. На какие деньги? Ну не на ваши же. Что так переживать? Вот любят считать деньги в моём кармане. Дальше что? Прибегали и такие. Как же они пишут? Сейчас скажу. Бабка, тебе не надоело мыть кости многодетной маме? Так, бабка. Да, я бабка. И что? По статусу я бабушка. Да. У меня двое внуков. И это никуда не убрать. Если вы намекаете на мой возраст, вы знаете, жизнь даётся многим. Но не всем дано дожить до старости. И я себя ещё как-то старой не считаю. Пока ещё на своих ногах. Со своей головой. Дальше. Что прицепилась к многодетной матери? Я к ней не цеплялась. Я уже многим писала. Стоит ей уйти со всех платформ и жить своей жизнью, как она говорит. Я живу своей жизнью. Живи. Со своими детьми. Что ты там будешь делать? Хоть подави их всех. Этого никто не будет видеть и слышать. Ну, там опека, полиция, это уже другое дело. По крайней мере, ты не будешь выставлять себя на все платформы. Что ты ковыряешься в её грязном белье? Я в нём не ковыряюсь. От слова совсем. Что она показывает, о том мы и говорим. Я к ней не лезу в трусы. Да. Я не придумываю. Всё, что она показывает, о том я и говорю. Не будет быковой, о ней говорить не будут. Да. И вот такого плана очень много комментариев. Я уже перестала их банить. Я ставлю дизлайк. И всё. Чтобы у меня больше не выскакивали. Потому что все мои подписчики прекрасно знают, что я читаю всё. В отличие от Быковой. И плохое, и хорошее. Если уже совсем идёт оскорбление, оскорбление, тогда я баню. Да. Вот сегодня тоже одна написала. Ну, не сегодня, вчера ещё. Случайно зашла на ваш канал. Обалдеть. Просмотров 20 с лишним тысяч. Неужели все такие бестолковые, и всем так интересно собирать сплетни? Какие сплетни? Мы вроде бы не придумываем. Вы вообще значение сплетни знаете? Мы обсуждаем кино. Сериал. Да. Одной женщины из Туровки, которая сама, как актриса, продюсер, режиссёр и сценарист, выступает в одном лице. Да. И вы знаете, очень много людей, которым это не нравится. Вы, конечно, огорчитесь. Но вот к таким я хочу сказать. Если вам что-то не нравится, и вы возмущаетесь. Не, вы можете оставить комментарий. Но не надо писать, что вы не любите быкову. Сюда вы пришли случайно. Просто случайно. И, пожалуйста, о зависти пишите, чему там завидовать. Ну вот чему? Вот мне пускай быкова позавидуют. Я детей вырастила. У меня уже внучка совершеннолетняя. Внуку 16 лет. Быкова, позавидуй мне. У меня у детей не по одному высшему образованию. У меня уже внучка учится в университете. Но внучка, я всё-таки считаю, это достижение моей дочери. А вот то, что я вложила в своих детей, это совсем другое. Сын у меня очень творческий человек. Но основная его работа не в творчестве. Это его хобби. Поэтому завидуйте мне, мадам Быкова, Тихонова. Ну и немножечко вернусь, что я вчера не договорила и то, что вчера выстрелила ещё. Во-первых, я хотела обратиться к Тихоновой, Быковой. Почему ты собираешь на строй материалы на сарай? Не так долго ты говорила, что твой муж, грешание, берёт на себя ответственность за своих детей и за тебя. С какого боку твоим детям нужен этот сарай? Этот сарай нужен тебе и грешание. Почему ты собираешь деньги с людей? Я вот эту тему буду поднимать. Всё, что ты собирать будешь на детей, для детей, будет другая тема и в других органах. Да. А вот то, что ты собираешь для себя, любимой, там, на юриста, на адвоката, на сарай материалы. Да. Сейчас, минуточку. У меня там варится гречка. Я на... Пускай варится. Почему грешание обещал все твои хотелки закрывать? У мужика чего нет 30 тысяч? Это не 300 тысяч, чтобы вот достал из кармана и дал тебе. Это 30 тысяч. Когда это закончится? Теперь у тебя два мужика. Два. Один папа варе, другой твой законный муж. Вот, как с твоих слов Саша работает. Пускай Саша и подкинет тебе вместо алиментов десяточку, двадцаточку Гриша. А почему бы нет? Вот это меня возмущает больше всего. Теперь у тебя два мужчины, по факту. И ты все равно сидишь, дайте, подайте. Может, ты еще им будешь на зарплату собирать? На презервативы. А зачем тебе? Ты все равно рожать будешь. Тебе презервативы не нужны. Ты не умеешь им пользоваться. Мужики твои тоже. Ну, вот этот вопрос меня больше всего волнует. Да. Почему ты опять собираешь? Ответь мне. И вот эти, которые прибегают, вы мне ответьте, почему, имея двух мужиков, двух козлов на хозяйстве, она побирается? По-другому я не могу сказать. Именно побирается не на то, что ей там прям вот жизненно необходимо. На сарай. Тем более, еще раз повторяю, ты словами через свой поганый род сказала, что все для тебя будет делать твой муж. Почему мой муж, если мне надо ехать на море, он мне дает деньги? Если мне еще что-то нужно, на, пожалуйста. Почему твой муж не может для тебя сделать? Это тебе надо. И самое интересное, ему. Теперь же Гриша загорелся хозяйством. Возможно, он, как она говорит, возможно, он летом и будет на хозяйстве работать. Он там и индюши хочет разводить, и кого только не хочет. Кроликов. Кролики у тебя вон свои, которых ты дергаешь. Ты уже их разводишь давно, этих кроликов. Да. И тебе не нужен их ценный мех. Тебе нужны их кошельки. Ну, это вот то, что я вчера не сказала. Дальше. Женька. Она учится, она работает, у нее все хорошо, она ездит отдыхать. Ну, экономно ездит отдыхать. Да. Мы уже шедевральное произведение почитали. Да. Она на всем экономила. Сосиски, макароны. Все. Она же зарабатывает много. Она работает на двух, на трех работах. Да, она и сама говорила. Вот я с одной работы бегу на другой. Что-то на ВДНХ ее теперь уже не видно. Уже все. Где-то она там была начальником, типа начальником охраны, где-то с телевизорами сидела. И вдруг вчера выходит у нее шорс. Она собирает полочку. Полочку купила на Валберес, которая стоит чуть больше тысячи. Но при этом она говорит, я на нее копила. Ты что? Как можно тысячу рублей копить? По-моему, тысяча рублей, это как в советские времена рубль. Да. Ты на нее копила? Ну, смешно. И опять же, вот мой парень, мой парень, мой парень. У твоего парня имя есть. Мы знаем его звать Андрей. Ну, почему? Вот я сама сказала, почему? А ведь многие девчонки писали вчера в чате. Почему? А потому что, если у нее поменяется парень, а потом поменяется еще, а потому что пример хорошей мамани. Мужиков менять, как перчатки. чтобы не запутаться в имени. Сегодня Андрюша, завтра Вася, потом еще кто? Коля, Саша, Петя, Максим, Дима. Чтобы не перепутать. Мой парень, все. Ты ее парень, ты вообще там живой? Или как? Или где? М? И вот они вчера эту полочку собирали. Полочка такая грязная пришла, она не грязная пришла, она пришла пыльная. И она протерла подоконник свой. Интересно, какой же хозяин квартиры разрешит сверлить стены, ставить батареи, которые текут. Помните, у нее текла батарея? Сначала она ее решала проблему, а потом позвонила хозяю. И что мы еще узнали? Летом она переезжает на другую квартиру. Интересно. Мамка ремонт закончит? Ты уедешь? Здорово. Поэтому Женя наша это еще та песня. И опять же, Быкова, твои дети от детей предохраняются? И все живут в Балуде? Ну, пример-то хороший был. Да, еще я хотела спросить. Сиска, то есть Женя, Смирнова, покажи нам альбом дедушки, где они с бабушкой плавали на байдарках. Ты так много знаешь о дедушке, тебе так интересно, как они с бабушкой подписывали фотографии. А вот мама твоя не знает о папе совсем. Она вообще его не знает, как она сказала. Видела она его в жизни один раз, она его не помнит. И что-то нам фотографии только одну, где папа держит ее маленькую. Все, больше папа мы нигде не видели, то есть твоего дедушку. А оказывается, у бабки Нины целый альбом с дедушкой. И они еще подпасывали фотографии про байдарки. Ну, понятно, жили в бане, катались на байдарках. Все как всегда. Покажи нам альбом. Или хотя бы фотографии дедушки хоть скинь одну-две дяди с бабушкой на байдарках. Мы хоть на бабушку молодую посмотрим. Да. Все, мои дорогие, на этом я заканчиваю. Всем пока-пока. До новых встреч. Сегодня 20 марта, день весеннего равнодействия. Ну, хотя часы разные. Это не то, что одинаково. Все у нас здесь по-разному. Ну, солнышко вроде выходит. Будем надеяться, что будет тепло. Так. Кто хотел знать? Я расскажу, куда я еду. Да. К парикмахеру записалась, кто спрашивал. На воскресенье. Встричься, краситься. На маникюр сегодня пойду записываться. Да, на педикюр. Не знаю, ресницы делать, не делать. Посмотрим. Если будет выходной у девочки в свободное время, может, и сделаю. И на это я денег не прошу. Ни на парикмахерскую, ни на маникюр, ни на педикюр, ни на ресницы. Мне на это все даст муж. Это для тех, откуда у пенсионерки деньги. Да. Надо иметь работающего мужа, который имеет тоже хорошую пенсию и работает. Как-то так. Все. Заговорилась опять намного. Но многие пишут, разговаривай. Будут ли сюжеты с отдыха? Будут. Возможно, будут шорцы. Возможно, если будет хороший интернет, вай-фай будет хорошо ловить. Может, что-то и запишу, и расскажу. Ну, поживем, увидим. Загад не бывает богат. Поэтому я пока не загадываю, как там будет, как лягут карты. Может, я вообще так буду отдыхать? Хорошо, что я вообще ничего не захочу. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok